ПЕСНЯ Ось, друже, ми і вступили з тобою, милістю Божою, у Великий Піст. Духовною весною називають святі отці цей благодатний час. Адже саме в цей період православна церква пропонує своїм чадам менше говорити, а більше думати і молитись. Тобто працювати над своєю душею, тому що найголовніша перемога в світі – це перемога над собою. Втім, дається вона нелегко. Адже святой отец, святі отці говорять, що гріхи, вони як сорняки на огороді, вони всходять завжди. Тобто чоловік, чому в Івангелі говориться, бить бдительним. Чому-то Господь дуже часто говорить, як поється в церкві, «Се жених грядет в полунощі». Тобто Христос прийде неожиданно, а ти повинен бдити, ти повинен бути внимателним в себе, тому що помыслы дуже быстро прирастають. І це в святотистій литературі дуже добре сказано. Є таке поняття, знаєте, анатомія гріха. То є є дьявольський прилог, який пітається без тебе внушити. Якщо чоловік к нему прилагається, к цьому прилогу, у нього вже появляється ощущення страсти, він пускає внутрі страсть. Страсть превращається вже далі, якщо він буде його розвивати, превращається в гріх. І нам треба, головне, пропалувати своє середечне серце, відсікають эти прилоги. Якщо ми будем пропалувати його, якщо ми будемо старатися з'помоцію таинць, з'помоцію ісповіді, з'помоцію причастия, з'помоцію покаяння, з'помоцію молитву, з'помоцію поста ми будемо пропалувати нашою внутрішньою середечного огороді, то тогда Господь нам дарует благодать Свою Святого Духа, и Господь нам дарует эту милость быть чистым. Но надо понимать также, что грех он тоже прорастает каждодневно, и человеку невозможно не грешить. Просто надо быть внимательным и понимать, что это борьба до самой смерти. Мы должны бороться до самой смерти. То есть, по сути, у православной люди немає вільної жодної хвилини для відпочинку. Адже йде война, дьявол борется с Богом за людину, а поле битви – сердце людини. И как нужно очищать свое сердце, чтобы в него не уйдет темный дух, тем более что условия для этого есть. Адже за словом Писання – всяк человек – ложь. Всяк человек – ложь. Можно вернуться именно к Адаму изгнанию. Мы тогда стали ложью. Мы стали ложью, когда наши святые праотцы Адам и Ева были изгнаны из рая. Почему ложь? Потому что человек… Ведь в чем совершилось грехопадение человеческое? Да, как сказано в книге «Бытия». И увидела Ева по наущению змея, то есть дьявола, что плод действительно хорош, прекрасен на вид, сладок и вкусен. И она приступила заповедь Божью и ела от него, и взял Адам, дала Адаму, и Адам тоже ел. То есть человек обратился от горнего, имея весь рай, имея всю полноту благодати Божией, человек обратился от всего этого вниз, к тварному естеству. То есть обратился вниз и стал рабом вещей. Вот что имеется в виду «всяк человек – ложь». Потому что человек стал рабом вещей. Понимаете? И в этом смысле, конечно, «всяк человек – ложь». Потому что мы становимся рабами вещей, рабами своих привычек, рабами курения, рабами пьянства, рабами чревоугодия, рабами блуда, рабами сребролюбия. Если мы можем причислить, вот наш алтарь, грубо говоря, сердце и душа – это алтарь человеческой сущности, то часто на нашем алтаре не Бог. Часто на нашем алтаре я любимый. То есть человек, своя страсть, какая-то страсть. Понимаете? И вот в этом смысле «всяк человек – ложь». И то, что надо не надеяться на человека, надо иметь упование на Бога. Человек, который имеет твердое упование на Бога – это человек счастливый. Потому что он среди всех невзгод и лихолетий понимает, что Господь, как отец его маленького, его ребеночка, держит за руку, не выпускает и ведет по этой жизни. Праздник, который установлен еще в IX веке. И установлен он в честь победы над ересью иконоборчества. Когда мы читаем историю праздника, то в 787 году был VII Вселенский собор. И он установил иконопочитание. Но не сразу случилось так, что начали все почитать иконы. Потому что, если мы даже обратим внимание на историю, то в VII-VIII веке до нас очень мало дошло икон. Потому что иконы все, они уничтожались. Вместе с иконами уничтожались мощи. И, конечно же, так же и пытались в то время вместе с этим и уничтожить веру православную. Потому что не только заключалось, чтобы уничтожить иконы. И почему празднуем торжество православия? Не только торжество над иконопочитанием, а торжество православия. Потому что православие торжествовало. В 843 году на соборе уже в Константинополе, на церковном соборе, было окончательно установлено иконопочитание. Мы поклоняемся Спасителю, Матери Божией и всем святым. И, конечно же, в то время, в тот век богоборчества, много было подвижников Христовых, которые не боялись стоять за истину Христову. Из жития святых мы знаем знаменитого Феофана Начертанова. Он с братом своим родным стоял за веру православную и стоял, конечно же, за иконопочитание. И несколько раз император пытался их преклонить на сторону идолопоклонства, чтобы сказать, что икона – это и есть идол. Но братья святые, они остались верными Христу. И уже в очередной раз, когда они отказались от идолопоклонения, то на лице Феофана было начертано 12 строк, которые говорили о его заблуждении суеверном. Впоследствии он дождался момента, когда иконопочитание установилось. И он потом был избран епископом и митрополитом стал. И он действительно был живым примером веры Христовой и иконопочитания. Многие ересиархи, еретики, протестанты говорят, что почему вы поклоняетесь иконе, это и есть идол, это и есть… Вы поклоняетесь дереву и краскам. Но на самом деле мы поклоняемся не краскам, мы поклоняемся не дереву. Вот мы поклоняемся даже не образу, а мы поклоняемся первообразу. Вот потому что, когда мы смотрим на лик Спасителя, на лик Божьей Матери или на лик Святого, то мы поклоняемся тому, кто изображен. Можно привести такой простой пример. Висит фотография мамы на стене, или даже которой уже, может быть, давно нету, или на большом расстоянии, мы просто, когда видим эту фотографию, мы же не поклоняемся фотоизображению или бумаге, а мы видим образ своей мамы. Вот так вот и икона, это есть как бы окно, это есть Евангелие для нас. Поклоняемся иконам, поклоняемся истинному Богу. Здавалось бы, все зрозуміло, все просто. Людина живе, молиться Богу, вшанове икони. Но враг рода людского не дрима, сия в сердцях сумнів. И вот уже и выникла ересь. В истории было 7 Вселенских соборов. И на каждом вселенском соборе, конечно же, утверждаются какие-то догматы о почитании Бога, о почитании святых, о почитании икон. Установились все каноны и правила Церкви. И, конечно же, когда у нас оскудевает любовь, оскудевает вера в Бога, человек начинает что-то искать, как бы новенького. Это не только тогда было. И сегодня мы можем посмотреть, что множество разных течений протестантских, они, конечно же, не почитают иконы. Для православного христилина икона – это есть что-то дорогое, что-то святое. Потому что он молится образу Божию, поклоняется, и он понимает, что какая чудодейственная сила исходит от первого образа, от икон. И мы знаем, сколько еще творных икон, сколько есть икон, от которых люди получают исцеления разные, получают помощь. И все получают они по вере. Не из-за того, что они поклоняются дереву краскам, а из-за того, что они молятся истинному Богу, из-за того, что они молятся всем святым, которые являются для нас как раз великим духовным примером, которые для нас являются наставниками для того, чтобы мы жили жизнью благочестивых. Найкращий життєвый шлях – это царська дорога, когда человек не отклоняется ані вправо, ані влево. Проте, чтобы так жить, нужно Бога понимать. Чтобы не отклоняться нам никакой хреси, у нас есть книга, книг, священное писание, Библия, вот, конечно, которую читают и которую иногда по-разному истолковывают, но для нас есть каноны Святой Церкви, для нас есть правила апостольские, вот, и Церковь этим и живет всегда. Она неизменно живет по канонам Церкви. Патриархом Мефодием в том же 843 году, после установления иконопочитания, был особенный чин еще, торжество православия написанный, вот, и в этим чином как раз и защищается вера православная, вот, и все те, кто неправильно учат о святых, о Матери Божьей, о Спасителе, вот, о Таинство Церкви, о иконопочитании, вот, все они предаются анафеме, то есть отлучению от Церкви. Вот, отлучение, это явление, оно может быть временным, то есть оно зависит от того, покается человек когда-то или не покается, вот, придет в разум истинный или не придет. Поэтому мы должны стоять всегда, конечно же, на страже православия, мы должны стоять, мы жить должны вот той верой своих дедов, предков своих, вот, святых, которые нас научают. Святі иконы для православных, як виконця в рай. Мы дивимся на них и відчуваемо Божу благодать, яка зягревает нас и поддерживает. Слава Богу за все!